дальше делать продолжим сейчас вязать туловище туловище мы довязали вот шею и дальше шея теперь у нас получается должна пойти у нее блузка блузка у нее серого цвета поэтому меняем ниточку на серый цвет для этого вот основание столбика еще провяжем вот этой бежевой ниткой без серой вот а закроем уже столбик двумя нитками подтянем закроем столбик теперь двумя нитками серой и бежевой провязали убираем теперь кончик серенький и бежевую нитку внутрь и следующий столбик провяжем вот так вот серой ниткой отрежем кончик бежевую прячем ее сюда внутрь чтобы они у нас тут под руками не путались и продолжим дальше вязать уже серой ниточкой провяжем этот ряд до конца 12 столбиков провязали следующие дальше мы продолжаем у нас получается вот это марки маркер немножко сзади поэтому мы сейчас продолжим вязать в эту сторону нам нужно теперь по бокам где плечи если у вас это на боку значит уже здесь нужно может быть потом смотрите нужно делать расширение на плечи поэтому вот первую петлю я провязала 1 теперь 2 теперь у меня получается 3 и 4 похоже вот 4 теперь боковая петля вот что было сбоку у меня похоже вот это вот 5 поэтому из нее я вяжу 3 столбика 1 2 3 провязали дальше вяжем по одному столбику из каждой петли продолжаем вязать до следующего бока плеча плеча это мы делаем плечи я провязала 1 2 3 4 тоже 5 и вот тут похоже 6 а вот это вот она уже у меня получается с противоположного бока в нее я провяжу тоже три столбика 1 2 3 еще одна петля у меня осталось и ряд окончен вот так вот я определила две боковых стороны два плеча из которых выходит по три столбика у нас дальше вяжем теперь так же продолжаем один столбик второй третий четвертый пятый провязали по одному из каждой петли и теперь из шестой петли получается нужно провязать снова три столбика 1 2 3 провязали дальше вяжем по одному столбику из каждой петли 1 2 3 4 5 6 7 провязали по одному из каждой петли и теперь снова три столбика из одной петли 1 2 3 дальше два столбика мы закончим ряд 1 и 2 мы закончили ряд у нас здесь получилось 20 столбиков 12 плюс 4 и еще раз плюс 4 то есть вот тут вот 20 столбиков мы набрали плечи ей и теперь нужно делать следующим образом вяжем один два два три четыре пять по одному из каждой петли провязали провязали от маркера дальше один два три пропускаем пропускаем в четвертую вот эту петлю нужно будет вставить делаем цепочку 1 2 3 и в эту четвертую петлю вставляем крючок и провязываем столбик вот тут у нас получилось 6 петель дальше продолжаем вот здесь один получился у нас столбик второй третий четвертый пятый шестой седьмой провязали 7 столбиков снова 1 2 3 воздушных петли сделали дальше считаем 1 2 3 в четвертую заводим крючок провязываем столбик провязываем 1 и 2 еще столбик будет ряд окончен у нас получилось 7 с этой стороны 7 стой и по 3 воздушных вот тут петли теперь дальше мы провяжем продолжаем вязать по одному столбику из каждой петли 1 2 3 4 5 следующий ряд провязали теперь вот сюда вот за вот эту стенку петли цепляемся за одну стеночку и провязываем 3 столбика 1 2 3 за переднюю стенку петли которая ближе к нам стеночка еще с той стороны остается мы будем провязывать потом рукавчик дальше вяжем снова 7 столбиков по одному из каждой петли 3 4 5 6 7 провязали снова вот так берем за переднюю стенку петли 3 провязываем 3 столбика 1 за одну стеночку 2 и вот тут за одну стеночку 3 провязали и теперь 2 столбика оставшиеся до конца ряда провязываем за всю петлю вот так провязали у нас здесь вот получились два отверстия которые у нас продолжатся как рукавчики будут идти блузки ее серенькой а здесь мы провяжем еще один ряд теперь 20 и так вот провязали до конца ряда и теперь нам нужно сменить ниточку на малиновый сарафанчик ее блузочку серенькую отложили и провяжем нижнюю часть столбика серенькой ниточкой а верхнюю часть столбика провяжем двумя нитками серой и малиновой дальше малиновую переносим кончик сюда серую убираем пока и дальше вяжем малиновой ниткой теперь уже эти столбики провяжем один ряд этот до конца по одному из каждой петли и так я провязала один и закончила тот ряд и провязала второй ряд 20 столбиков в каждом ряду провязали дальше вяжем будем расширять для этого провяжем сейчас 1 2 3 4 столбика по одному из каждой петли 2 столбика из одной петли 1 2 снова 1 2 3 4 столбика по одному из каждой петли И снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Так вяжем до конца ряда. Получим 24 столбика в этом ряду. И провяжем еще 2 ряда по 24 столбика в каждом ряду. Вяжем. Я провязала еще 2 ряда по 24 столбика. Теперь снова расширим. Для этого провяжем 1, 2, 3. По одному из каждой петли 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 1, 2, 3. И опять 2 столбика из одной петли. 1, 2. Получим 30 столбиков в следующем ряду. И провяжем 4 ряда по 30 столбиков. Вяжем. Провязала 4 ряда по 30 столбиков. Увеличим еще разочек до 36. Провяжем сейчас 1, 2, 3. 4 столбика по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли. 1, 2. Снова 4 столбика по одному из каждой петли. 3, 4. И снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. И так вяжем до конца ряда. И потом вяжем 6 рядов по 36 столбиков. И так вот я провязала 6 рядов по 36 столбиков. Теперь мы будем... Сделаем вот таким образом. Берем... Столбики будем вязать вот так за основание столбика. Берем вот так вот. Петли остаются сверху. А мы заводим крючок вот так внутрь. И провязываем столбик. 1, здесь снова вот так вот. 2, 3. Все время берем за основание столбика. Вяжем сбоку, как бы изнутри. Вот так вот провязываем все столбики. 36 по кругу. Провяжем 1 ряд. Вот мы получаем вот такой вот переход. Ступеньку такую более грубую. Пожестче. Провязали вот ряд. 36 столбиков получили в этом ряду. Но мы его развернули вот в сторону. Вбок теперь внутрь. И вот теперь этот ряд, который у нас внутри, мы провязываем 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика провязываем вместе. И так вяжем вот до конца ряда. Теперь 1, 2, 3. И 2 столбика провязываем вместе. То есть продолжаем вязать сюда внутрь. Вот так вот получается. Вяжем. Провязали ряд. Следующий ряд. Продолжим убавлять. И будем вязать 2 столбика. 1, 2. По одному из каждой петли. Дальше 2 столбика провязываем вместе. Так вяжем до конца ряда. 1, 2, 2 столбика провязываем вместе. Вяжем. Провязали. Следующий ряд. Мы снова продолжаем убавлять. Для этого вяжем 1 столбик из 1 петли, 2 столбика вместе. 1, 2. Опять 1 столбик из 1 петли, 2 столбика вместе. 1, 2. Довяжем до конца ряда и наполним холофайбером туловище. Провязали, наполнили холофайбером. Дальше продолжаем убавлять. Теперь по 2 столбика все время провязываем вместе. 1 и 2 вместе. Снова 1 и 2 провязываем. Вместе. И так до конца ряда. Затем все столбики закроем пучком. Провязали. И теперь все столбики закрываем одной петлей. Отрежем нитку подлиннее. Она нам еще тут пригодится. Маркер можно выдернуть. И вот так чуть-чуть в эти углы вот так подтянем холофайбер, чтобы край больше выделялся. А середка нам не нужна, чтобы она торчала. Поэтому скругление мы ее вот это убираем. Чтобы она не скруглялась. Вот так вот делаем. Вот такой у нас сарафан получился. И теперь, чтобы его продолжить, нужно еще закончить. Хотя давайте сначала закончим руки. Берем серенькую ниточку и продолжим вязать ей рукавчик серенький. Вот так закрепим нитку. Так будет удобнее. Вот так вот за уголочек, за петелечку захватим нитку и закрепим. Дальше вяжем столбики вот так за петли, которые здесь не провязаны. Еще были за вторую стенку петли 1, 2 и вот так вот 3. Провязали. Теперь вот тут вот между рядами за столбик зацепимся, будет 4. А теперь дальше столбики сверху, которые мы провязываем. Еще 5. Следующий вот этот столбик 6. Опять вот так 7. В петлю, которая у нас осталась. 8. И вот за ряд между столбиками, вот этот вот между рядами, вернее за столбик, между рядами, тоже зацепимся и получим 9. Затянем эту нитку внутрь, чтобы она нам не мешала. И продолжим вязать теперь вот в эти петли, которые мы уже столбики провязали по столбикам 9. Проложили маркер и теперь в каждую петлю предыдущего ряда, того, что мы набрали петли, вот по этим столбикам вяжем теперь по одному из каждой петли. По кругу вяжем рядов, думаю, 8. Давайте провяжем 8 рядов по одному столбику из каждой петли. Вяжем. Я провязала 8 рядов, немножко туда холофайбера положила и теперь мы будем убавлять. Для этого провяжем два столбика вместе один раз, два столбика вместе второй раз, два столбика вместе в третий раз, два столбика вместе в четвертый раз и один столбик у нас остался девятый. Провязали, теперь вяжем еще один ряд по одному столбику из каждой петли всего 5 столбиков в ряду вяжем провязали ряд 5 столбиков получили такой маленький манжетик и теперь можно еще не хотят от халафайбер что там есть вот его распушить вот сюда подогнать можно еще так чтобы она была свободненько мягенько но пушистенький рукавчик такой у нас и теперь нужно сменить ниточку на бежевую для этого провяжем сейчас один столбик основание столбика серой а дальше двумя нитками закроем этот столбик убираем бежевую кончик убираем серую следующую петлю закрыли двумя нитками следующую петлю провяжем уже бежевой ниточкой провязали вытянули ее вот так и вот эти вот концы спрячем внутрь чтобы они нам сейчас не мешали продолжим вязать теперь вот впереди вот тут вяжем 2 столбика из одной петли 1 2 дальше вяжем 1 столбик второй столбик провязали закончили ряд теперь снова в первую петлю вяжем 2 столбика 1 2 дальше вяжем по одному столбику из каждой петли у нас должно быть здесь 7 столбиков 3 4 5 6 7 получили 7 столбиков еще один рядочек провяжем по одному из каждой петли 1 2 2 3 4 5 6 7 провязали два рядочка по 7 столбиков и теперь нужно маркер можно оставить можно убрать уже две сложить вот так вместе и за обе стороны закрываем соединяем вот так вот провязали один столбик петлю подтянем за обе стороны вот так первую вторую петлю за обе стороны закрываем против провязываем делаем столбик без накида дальше делаем один два три воздушных петли провязали дальше вяжем и так полустолбик в одну полустолбик во вторую и зацепимся за вот эту тоже провяжем за столбик с накидом за него зацепимся и тоже провяжем в него в основании вот так сюда полустолбик дальше следующую опять вот так провяжем насквозь пару обе стороны провяжем столбик снова 1 2 3 воздушных петли во вторую петлю провяжем полустолбик третью полустолбик и вот сюда за основание опять этого столбика с накидом мы снова провяжем полустолбик и сюда за последнюю петлю вот так тоже провяжем полустолбик полустолбик дальше вяжем 1 2 3 воздушных петли обратно во вторую снова вяжем полустолбик третью вяжем полустолбик и за основание этой столбика с накидом без накида тоже вяжем полустолбик и дальше теперь вот так сюда вперед смотрим где у нее мордочка если здесь все правильно у нас легло а у нас легло не так значит мы здесь заканчиваем вот так вот потому что если ручку повернуть то она выходит вот так значит большой палец у нас должен быть с этой стороны поэтому здесь мы заканчиваем закрепим ниточку так хорошенечко отрежем эту нитку вот ручку поворачиваем ручка получается вот так повернута у меня значит я ее сюда вот теперь протяну этот узелок спрячу внутрь вот мы получили три пальчика а теперь вот тут вот нужно чуть выше зацепиться вот так подтягиваем немножко кончик закрепили нитку вот так вот дальше снова вот тут рядышком зацепимся вот так вниз то есть вот мы зацепились мы зацепились вот тут за крайнюю петлю вот так столбик второго ряда вот этого и закрепили нитку теперь вот в эту же дырочку что мы заходили в ту сторону теперь мы вот тут в нее зайдем но опустимся вниз вот так вот захватим и провяжем столбик без накида дальше вяжем 1 2 3 во вторую петлю за ниточку зацепляемся провязываем полустолбик в третью тоже завязываем провязываем полустолбик и сюда в основание тоже зацепимся за две вот этих ниточки столбика без накида и тоже провяжем полустолбик вот так дальше вяжем 1 2 закрепили ниточку и отрезали ее 2 воздушных петли закрепили нитку нам и теперь концы нужно спрятать спрятать их нужно правильно то есть вот этот нужно спрятать сюда куда он просится вот тут вот снизу под пальчиком спрятали его туда а этот нужно спрятать вот сюда впереди вот тут вот где мы заканчивали вот тут вот сбоку но вперед вот так сюда затягиваем весь туда узелок вот так и пальчик получит нужное направление видите вот так вот он будет лежать все вот теперь у нее ручка готова с пальчиками сюда можно немножко холофайбер оттянуть чтобы плечо свисало правильно там внутри должен быть свободненьким пушистым не слишком туго наполняем выдергиваем маркер вот такая получилась ручка и вторую ручку вяжем точно так же и так вот ручки связаны мордочка сделана вот она теперь такая у нас забавненькая машка и нужно ей голову закрепить потому что все таки такую голову выдерживать просто так нереально поэтому мы сейчас вот так вот сзади заведем проволоку длина проволоки вот наверное как два ее роста может и великовато сейчас увидим заводим проволоку туда прямо в голову и вот тут в голове где она вот начинает упираться вроде как выйти хочет нужно ее начать загибать вот так вот заворачиваем проволочку вместе с головой не страшно нам главное чтобы она не вылезла и продолжаем толкать толкаем вот так и заворачиваем тут заворачиваем а тут вталкиваем видите вот она у нас вот тут внутри уже в голове вот так вот завернулась эта проволока вот чтобы она не вылезла пусть она себе там вот так вот и заворачивается А вот здесь вот нам нужно ее тоже немножечко силой туда втолкнуть. Но сначала нужно согнуть. Ее нужно вот так вот согнуть. Потом вот так силой туда втолкнуть. А потом вот сюда вот ее разворачиваем и проталкиваем туда. Вот видите, вот она не хочет, а мы ее вот так вот еще загибаем. То есть мы ее укладываем сюда на дно. Вот. И возвращаем вот обратно, подталкиваем сюда голову. А здесь вот она возвращается. видите вот она у меня легла вот тут вот так вот вот это то что нам нужно тоже и теперь вот этот кончик нужно туда вдавить тоже спрятать его все чтобы он не вылазил и он здесь вот на дне у нас лежит можем его еще чуть-чуть поджать вот и теперь проволочка внутри но она не вылезет у нас не сверху не снизу и регулируем вот рост как бы чтоб она не вытягивалась чтобы она приняла форму такую как нам надо в голове тоже везде проволоку следим чтоб она везде спряталась загнулась так чтобы не вылезла чтоб ребенка не поранила да и нас тоже зачем нам это надо